Я жил в большой семье. У матери с отцом было 8 детей. Семь мальчишек и одна дочка. Как в сказке. И у нас были такие интересные вещи. Это не часто было, но иногда мы собирались все вместе. У нас был огромный диван. А может быть он был окновенный, но мы были маленькие, и для нас было огромное. И вот мы садились в руку матери и намечтали. Как? Мама говорила, ну вот Пашка, значит, ты будешь водителем. А он, это у него страсть была страшная к технике и так далее. Вовка, ты будешь прокурором, старший брат мой? Он, а что я буду прокурором, значит? Ну как? Ты, говорит, справедливый. И вот однажды она сказала, дети, кем бы вы ни были. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здравствуйте. Садись. Я вспоминаю свое детство. В какие-то минуты мы вместе собирались. Вместе это значит с мамой. И мама говорила, дети, я хочу, чтобы вы были счастливы. Я хочу, чтобы вы стали людьми, человеками. И вот это меня убивало. Я же знал, что мы люди, что мы человеки. Вот. Я до сих пор не понимаю, что такое стать человеком. И вот хотел бы я услышать от вас. Сегодня, сейчас, ваше представление о человеке. Ваше желание сделать счастливым народ. В чем оно заключается? Вообще, как вы представляете себя? Что значит стать человеком? Каким должен быть такой человек? Постоянно совершенствоваться. Постоянно познавать что-то новое. Так. Не быть слишком гордым. И должен уметь помогать другим. Так. Должен, как, жить на пользу кому-то. Вот это, вы знаете, вот это последнее время, такие мысли можно услышать крайне редко. И так на пользу для других. Я считаю, что каждый человек должен быть индивидуален. Так будет интереснее жить нам. Вот говорят, люди должны усовершенствоваться. Мне кажется, что Бог и так нас создал уже совершенными. Мы просто должны найти свой путь, эту дорожку, по которой мы должны идти. То, что нам действительно интересно. Не по какой-то там чужой воле жить. Интересно. Очень интересно. Мне больше понравилось не по чужой воле жить. Как это жить? То, что тебе действительно нравится. Мы же ведь свободные люди. Каждая своя свободная мысль. Философ перед нами сидит. Я строил две школы. По-настоящему строил, значит, одну школу на Колыме, в Дукате, Амцукчанского района, Магаданской области. На 1176 мест. Эта школа строилась 17 лет до меня. И когда меня, значит, назначили директором этой школы новостройки, я пришел и смотрю, там одни сваи. Там ничего нет. Она же строилась в условиях вечной мерзлоты. И мне говорили, если вы построите ее за 3-4 года, вам северяне поставят памятник. Я говорю, зачем? Мы ее построим 1 сентября. Как? Вы что? Вы понимаете, что вы говорите? В августе эта школа была построена. Я в 90-м году приехал. С Колымы вернулся и стал работать учителем в лицее. И мне где-то через полгода предложили строить школу на Даманском. И она предполагалась быть гимназией. Две трети. Идеальный пол. А потом, значит, там что-то есть, какие-то вот странности. Это фотография нашей страны, нашего общества. И вот если судить по нашей гимназии, мы можем четко сказать, Как мы переходили в новую незалежную Украину. И звуки разные, и разные слова. Живем мы фразами понятными едва. Живем и сетуем, и сетуя, живем. Шуршим газетами в метро и за столом. А за окошками шумит страна. А совесть крошками засорена. Я помню, на открытии гимназии я стал говорить украинскую мову. А там говорят, что он белорусский шум. Якую мову именно разговляю. Цэ говорил не так, и тия там, и так далее. Поляныця, например. Я так и не говорил, значит, это сейчас я говорю. Ну и так далее. Я вообще языка украинского, ну я не мог сказать, что я его не знал. Я занимался переводами и так далее. Но вот разговаривать, значит, это... Родился я же в Казахстане. Я говорю с акцентом, в любом случае. И часто над этим смеются. Но почему-то не смеются над англичанином, который говорит с акцентом. Или там над арабом не смеются, над грузином и так далее. А вот русский, если он начинает говорить с акцентом на украинском, ну просто, понимаешь, чуть не паника. И, значит, руховцы, и разные, значит, патриоты в кавычках, с пьяной уфта говорили, что ну не может русский возглавлять национальное учебное заведение. И в 93-м году меня за это дело сняли. Это я, украинофоб. У меня мать, Журавель. Моя бабушка в белой церкви родилась. Под Киевом. Для меня было это смешно. И больно. Вот. Почему мы все время говорим о воле и о свободе? Не каждый может не распоряжаться. Не каждый может этой волей и о свободе распоряжаться. Ну, я считаю, жить надо не только в свою пользу, а еще что пытаться делать для других, кто тебя окружает? Ну, знаете, вот когда мы говорим пытаться, это значит ничего. Или делать, или... По крайней мере, пытаться. По крайней мере, пытаться. Да. Ну, я говорю, всегда надо для других. Вот. А сами живут... А сами для себя. Вот. Как бы это так ни было, вот, все мы сейчас говорим, но о других надо пользу, да, людям, ну, делать. А все равно, вот, каждый заботится о себе, свои интересы ставит выше других. Все равно как так. Да. Почему? Как вы думаете? Ну, хочется себе хорошего все равно. Себе хорошего. Школа – это, это совсем не стены. Школа – это люди. Взрослые, наделенные знаниями, опытом. И маленькие люди. И еще одна вещь. У меня очень это... Мама и отец боготворили учителей. И, в общем, я стал учителем не случайно, не спонтанно. И вот всю жизнь хожу в школу. Всю жизнь. Понимаете? Вот пошел вот шести лет в школу. И вот до сих пор. До сих пор, значит, в каждый день. И вот этот вот звонок, он же врос в меня. Школьный звонок. Он просто врос. И вотуш. Так. 이쁘. Субтитры создавал DimaTorzok